16 октября в администрации прошло еженедельное аппаратное совещание. Глава Копейска начал его с поручений. Первой темой стал вопрос водопонижения. У нас достаточно много проблемных точек. Это РМЗ, это и Горняк, это и Бажово. Причем работать не на одной захватке, а как минимум сразу на трех. Чтобы максимально охват частного сектора по водопонижению был выполнен. Кроме того, прошу в максимально короткие сроки провести конкурсные процедуры Николая Вячеслава, Жанна Греевна по сносу ранее расстеленных домостроений. Дополнительно 10 миллионов выделено. Прошу максимально оперативно это сделать. Кроме того, также, Игорь Вячеславович, прошу продолжить работу по несанкционированному свалку. У нас есть ряд обращений, также дополнительные средства были предусмотрены. Поэтому максимально оперативно пробовать. Также до сих пор острый остается проблема с освещением. Представители терротделов обратились с просьбой решить вопрос с фонарями на улицах поселков. Подавали занятку. Перекресток есть для 19-го подсъезда. Мне горят два фонаря. Непосредственно пешеходный переход фонаря. В темное время суток очень опасно. Перекресток оживленный, пешеходный оживленный. Очень много детей там. Вопрос по освещению улицы Томской. Уже в течение месяца, может чуть больше, полосы не освещается. Это конечные остановки, это станционного. Освещения никакого нет. Там темно, темно очень сильно. Там дети ходят в поселок станционный вечер, в вечернее время. И поэтому просьба какая-то сделать. Заявки все подавались. Кроме проблемных вопросов, заместитель главы по социальному развитию отчиталась по диспансеризации, вакцинации. Рассказала о прошедших и запланированных мероприятиях. На этой неделе, 15 ноября, у нас открытие мемориальной доски памяти погибшему ВСЛО Макарова Евгения Дмитриевича. Будет проходить школу номер 45 на поселке Божова. 16 ноября у нас открытие технического форума. Будет проходить в ДК «Молодежь» начало 4 часа. Также власти обсудили строительство новых объектов. Детские сады, школа в Октябрьском и Фокна-Жданово. Реконструкцию коммунистического проспекта и ремонты в ДК «Заозерный» и «Синеглазово».